Так, всем привет! Время 3 часа. Закончилась моя эпопея в сервисе. Выезжаю на заправку, а дальше будем цеплять мой полуприцеп и пойдем уже на выгрузку наконец-то. Злополучный груз надо отвозить, уже пора. Пройду я? Надеюсь пройду. Поедем дальше. Good luck! Хороший парень этот. Сколько там было? 5 километров до погрузки. Ой, до... Блин, давно не сидел за рулем этой машины. Вообще давно за рулем не сидел. С пятницы по вторнику ковал сервис. О, блин. Сцепление сделали. Буду надеяться, что... На выгрузки. Потом на загрузку. Через 100 метров поверните направо. И потом на базу и домой, ребята. Поверните направо. Мы пришли к общему знаменателю, что я поеду домой. После всех этих неудач наездов... Нафиг надо. Нафиг надо. Нафиг надо. Мне такие нервы. Да, и не только мне. И пускай даже и начальнику. Зачем такой водитель, который, блин, не может высосать? На втором повороте поверните налево. Каждое шоу-то присоединение. Я себя не оправдываю. Я начинающий, блин, водитель длинномера. Но, ребята, начинать в Швеции, это, конечно, зимой, это трудно. Вот реально это очень трудно. Сейчас вообще боюсь машину управлять. Что-то у меня прицеп не влезет. Дуля. Вроде она у меня. Поверните налево. Все было нормально, как только я... Надо было сразу сказать, что мощь упала. Через 400 метров лежите на автострану. А не потом подбивать сцеплением и всякими шлифовками. Ладно. Как есть, так и есть, да, ребята? Главное, что? Главное, живь-здоров. И не убили. Опыт приобрел, что если такая вот фигня происходит, мощность падает, сцепление... Решите на автостраду. Машина не разгоняется. Нафиг, нафиг лезть в гору. Надо еще зацепить, будет полуприцеп, конечно. Ну, дальше здесь туман, дымка. Пишет, в 8 утра у меня выгрузка. А мне надо, блин, 500 километров проехать. Через 2 километра используйте выезд направо. прицепиться. Сходить в магазин, потому что продукты у меня филита. Нету. И то, что мало, их нет вообще. Только кока-кола осталось. Поэтому... Пойдем в магазин. Что-то, блин, не работает этот, блин, погреватель перестал работать. А, ну да. Меньше 10% все, погреватель не работает даже на ходу. Надеюсь, там ничего не забыл в той машине. Спасибо, Константин, это друг шефа пригрел. Там топливо уже оставалось на 12%. Через 900 метров используйте выезд направо. Так. Так, 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 так. Сейчас будем цеплять. Первый раз. С помощью доли. Я пробовал там зацепиться, почти поцепился, но в итоге сказал, Денис, давай вычки отрежьте. Используйте выезд направо. Время будут тянуть. Горок реально боюсь. Какая-то паранойя. АПЦ-шка здесь. Через 400 метров держитесь правой стороны, потом поверните быстро направо. Крутые правые. На гору. На гору надо обходить на большую скорость. Ну да, блин, когда перед тобой еще, блин, подтормаживают. День говорит, смотреть за долей, чтобы она не улетела. Что она может на повороте пойти боком. На заправочке, на заправочке. По полной. На заправочке, на заправочке. По полной. Через 200 метров поверните быстро направо. Потом на кольцевой развязке. Используйте третий выезд. Заправочка. Не доехал я до этого магазина в пятницу, блин, чтобы повариваться. Ну а здесь лют, лют. Вот здесь, да. Вы приехали к цели? Да, я знаю, я приехал к цели. У меня, блин, ордеров нет. Меня не видят. Планшет. Ничего. HBO надо заправлять. Все, мы приехали. Пойдем заправляться. Пойдем заправляться. Движем? Нет. Пойдем заправляться. Вернемся. Вернемся. Лучше, давай. Да. Продолжение следует... 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 не столь на дороге я уже боюсь как бы доехать до выгрузки что не помню хочу сейчас данный момент пострелила кнопку через 100 метров держитесь левой стороны держитесь левой стороны держимся левой стороны держимся через 600 метров езжите на автостраду это не отключается как она перенос груза на ось нагрузку на у вас включен 25 на включается если мы три часа начали можем закончить в 5 утра закончить 8 утра выгрузка конечно блин я сообщил что я выезжаю с автосервисом не жгать 8 утра выгрузка реально вообще если отдых три часа плюс отдых получится 22 часа возможно все возможно главное чтобы сейчас нигде не вставать груз были на границу продолжайте ехать по дороге 16 километров все 16 километров погнали друзьям а так ну что добрый вечер ой забыл включить потом видеорегистратор чтобы записать 506 километров проехал еще 30 осталось 2 часа ночи планировали мне восемь начала выгрузки но я только блин в одиннадцать могу стартануть отсюда странно как-то я только выехал сервис они уже определили что 8 утра выгрузка а мне надо было доехать ну там рядом заправиться подцепиться и обязательно в магазин сходить потом как обычно такая погода уже я уже даже не удивляюсь я вот постоишь 40 минут и начинается туда-сюда туда-сюда сначала оттуда выехал еле-еле потом процессе встал на паузу 45-ку возле АБЦ поставил 45 а выехать не могу погода такая да хорошо там финн подъехал за своими этими решеточками он помог мне и я погнал после этого на 2 АБЦ заезжал такие маленькие думал ну его в баню не буду я здесь становиться потому что реально снег а по дороге были два таких хороших кармана чищенных ну шел снег я боялся что меня зафигасит и не становился а вот зря надо было встать там даже чище чем здесь а это вот сейчас стал на паркинге который самый последний перед дальше уже нету паркинга дальше уже не знаю что там дальше уже граница а так вот такая вот фишка песка у меня нету побросать не могу надеюсь надеюсь завтра стронуться с места пошел походил тут тоже нигде песка нету вот и все как то так ну ничего тут не сильный подъем надеюсь чуть скачусь остановлюсь но все машине будет чтобы ну не было подтайки под колесами и потом понемножку буду выезжать но не тогда буду просить кого то что еще делать да ну ладно на этом я буду завершать ребята да посмотрел а посмотрел что в том самом этом задании 15 заданий от финляндии до швеции а как же я в принципе домой собираюсь ехать какая финляндия до швеции ну там по-моему какой-то там какой-то там гералаш вообще в планах у меня вот сейчас выгрузка потом загрузка на базу и до свидания как то так что-то непонятно посмотрим ну ладно как обычно ребята берегите себя своих родных и близких и все будет чики-пуки живы будем не помрем удачи вот так что тут он вот только вы мы Продолжение следует...